Торп 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 А где? Да И где тот, какие Магут Вот он Хлоп Не только посмотрите а ко мне чайку с травкой? давайте с травкой с травкой есть благородская травка представь гостей откуда и как звать а то некоторые подходят и спрашивают я говорю я не всех знаю отца Сергия хорошо знаю отца Сергия, отец Филарет, секретарь покажи кто секретарь вот отец секретарь Филарет и романах Иерей Артемий я Новоалтайский Новоалтайский служил отец Артемий у меня отец был погиб отец Михаил теперь я за него отец Покровского собора отец Анатолий отец Анатолий он снимал снимает в алтаре в Патриархах ну и там тоже такие люди бывают что как бы не хотели а Патриарх сказал никогда не запрещайте это история история в которую всматриваться будут каждую деталь это не художник нарисовал что-то художник многое обрезает а это все фиксирует тем более мы на плохом деле были еще тут запрещать это мы лучше уже не будем стареем только один раз один раз приехал как-то тоже корреспондент с патриархии мужчина такой представительный представился он я говорю корреспондент с патриархии как-то приезжал тоже но у нас на богослужение а это кто значит бритые это в оглашение их пускать я говорю вы только до оглашения выйдете как выйдете да я с патриархом я говорю с патриархом можете стоять а здесь нет я тебе даже говорю споведовать я тебе не буду с Богом споришь он в начале до того огорчился прямо как это и там я с патриархом ну а потом ничего отошел вот видишь уже добро заговорил а тут приезжал один десять лет и кажется работал в комсомольской правде Макаров Сергеевич а потом дерст ну и батюшка ему говорит на какую молимся батюшка да я же православный батюшка говорит ты бритый во первых нет у тебя грамоты мирной что ты не отключен а мы куда едем с собой берем грамоту заверенную секретарем что мы не отключены я могу причащаться в любом храме у вас грамоткий такой ну ладно ради правды я сойду вниз а потом все это попечатал и на весь мир сам мы на втором этаже молились как-то не сойду это что? да да а где она? а где она? а тебе только где? нет нет батюшка вот куда мы их не выпустим батюшка у нас важные нам сделаем хотел бы чтобы кто желает по спасению нашим здесь все приехали здесь мы желания уже и к ним не спрашиваем они уже попали заложники да мы нынче ехали далеко ну в Порше, Германии и другие благорестнические есть я просто еду у дороги стоит батюшка ну недалеко там где-то за Ишимом дальше и рядом женщина ну что, остановились? в Ампура отец Сергия его звать а она как? посадили 1300 километров мы их провезли а он оказался из какой-то подпольника диаметр он начал говорить ничего не сходится и Тургею надо там царя поминать царебожники-то эти а едем-то быстро 100 километров мы на газели это не быстро я вижу до того ему неудобно до того ему начал спорить я говорю теперь ты в кабине сидишь никуда не выйдешь тебе сказать-то нельзя похуй любят они торопятся все священники торопятся куда-то только не туда куда надо и сидите на ходу ты не выпрыгнешь вот тысячи 300 километров меня терпел как она поднялась а у матушки вот так вот раскрыт как крест я говорю матушка это не одна мусульманка за тысячи 300 лет так не вышло так у меня муж есть я говорю ну муж-то рядом ничего не говорит а я за чего тут стою я скажу ты будешь знать как она поднялась а сидела молчала такая кроткая а он сзади сидит включили и записывает ее ну потом можно почти все я говорю батьяна ты должен быть не подкаблучник жена это главное препятствие у тебя если ты ее не доведешь с собой спрос будет в первую очередь за семейные дела и тысячи 300 километров доехали до барнаульской спартака сфотографировались на память я так и не понял кто но а они провозносили уже коронованного царя ну вот это так вот на льдене фильмы эти следы да 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 он говорит я из тех которые короновал его я говорю знаете я посмотрел а их который этот царь позвонил мне на дом его помощник какой-то Михаил а я говорю откуда вы про меня узнаете он и есть вот этот Михаил я скажу павел такой был здесь в Ермоленко его Максим запретил а у него жена неделю назад умерла у Павла даже не где он просто так и он говорит я сказал а мне и они на меня вышли я это посмотрел фильмы и вы знаете мне кажется это шутка какая-то я много шел по лагерям по тюрьмам я личность эти не знаю это уголовник какой-то да вы что согласны такая физиономия подобрать я говорю посмотрите на царя Николая его благообразие ну все ну хотя бы для виду хотя бы ну хотя бы маленько чтобы подходить благородный был бы человек а ну такой простой а ну русский народ что никакой оси такой оси вы видели какая у него ну он говорит я только на снах он писание ему не нужен а не сны 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 а с нами обставился как Абросий Юрасов ну нельзя так надо же все таки писание смотреть ну и они уже ко мне приехать хотели ну тут отшатнулся я говорю нет я просто считаю это какая-то комедия ну не такие же люди чтобы серьезно там все делать народ не знает вот образ какой эвисарион ну это похож вот этот у него вид то какой благообразный эвисарион а ты не скажешь что он такой сейчас старый стал видите он ну это старый ну это Торопов Сергей Торопов Сергей милиционер был за девяносто первого нет две тысячи первого года на фотографии старых там ну да у нас даже на воскресенье идут беседы пока не доеду скажу вот в прошлый раз у нас ну редкое такое то что я в книге даже не запрестил о богослужении все это записано будет в интернете вы наш форум знаете нет? да сайт есть на форуме будет в октябре я когда приду всех модераторов на это задействую мы привезли будет больше ста роликов полновесных больше гигабайта полторы тысячи фотографий ну мы прошли еще 15 государств 6 южных республик с Чечней вместе с Чечней дважды везде в национальных библиотеках я оставил 38 своих книг мы подарили нынче книг на 4 миллиона только там Польша Германия Австрия Венгрия Румыния прошли если Господь благословит на следующий год начинать будем с Греции Португалии Скандинавии и по Прибалтике вернуться и везде встречи везде беседы а если приезжают служат священникам знакомые прям пужу на проповедь ставят и были в Грузии видите я подхожу необычно вот начинают евреи такие ну такие ограбили страну все в Израиле все правильно теперь дальше выход какой бей жидов спасай Россию это мы уже проходили с евреями никто более кардинально не боролся чем Адольф Гитлер и Сталин и Сталин с мыщем они кончили а евреи какую силу после этого набрали у нас оружие есть мусульмановское засилие до Дальнего Востока правильно надо бороться с мусульманами на оружие только одно любовь другого нам Бог не дал а как любовь чтобы обратились молитвой я в доме Мулы там ночевал заходил в мечеть там комната в одной сейчас скажу где в Дагестане Махачкала в библиотеке национальной имени Расула Гамзатова и написано стрелка комната для рамаза комната для молитвы написано закрытая а когда книги передали с директором сфотографировались я говорю туда зайти можно помолиться на какой разговор он тоже сигнал дал дверь открыли ну морозулись положим зашли туда и начали полное правило считать по православному царю небесные дали потому что в камнище везде святые молились и приобретали души нам ни места ничто не мешает и в доме Мулыныч это все на ролике записано вот как Данил Сысоев работает нет я скажу я так не могу работать это был герой нашего времени герой его канонизировать не надо сейчас он спрашивает он святой а святого что канонизирует он говорил безмитаж сразу на небо это его слова а вот я взял за 623 кремлинам возьмите за грех смерти вот отсюда надо начинать я считаю это самый коронный стих с мусульманами они сразу соглашаются да действительно так а какая смерть духовная а жена преподаватель корана университетов там психологических полупритетов и мы давно с ней переписываемся это все на видео снято вы увидите как и дальше начинается беседа а как избавиться от смерти ну надо быть добрым правильно как Андрей Кураев говорит мусульмане религиозно талантливые люди я согласен с ним я могу объяснить эти слова почему они это не только головы режут талантливый самый большой талант у них что они вели намаз пятикратная общая молитва о чем Дмитрий Смирнов говорит Дмитрий Смирнов не в стороне стоит а в морозе я видите скачусь с одной на другое но показать это все как и вот мы беседовали о богослужении а вчера была тема она такая она не брат сидит она же племянник он дорогой шли он говорит вот вы говорите о Духе Святом римлянам 8 9 кто Духа Святого не имеет тот и не его Духа Христова ты можешь причащаться можешь быть патриархом Духа не иметь а то мы знаем истории и другие куда ушли ну а как проверить я себя должен проверить что я Духовный человек живу или мне кто то должен сказать для меня это уже тема он еще до дома не дошел я уже сижу за столом и готовлюсь 77 местных библии вчера мы прошли все полностью жития из детей взяли что говорят об этом каноны ну затяжное получилось но все это все будет выставлено в интернете как нам спаслись как быть Духи Святом как это проверить ну я неоднократно столкнулась с Яракимом Саровским ну а это просто унифум для России так никто не может сложно воспринимать как он его за руки выводит он в другом свете и руки опустить не может ну ясно что мы не такие это надо сразу согласиться но однако другие то не такие это тоже в царство хотят как проверить и вот с мусульманами когда говорили я говорю ну подтягиваю к этому как смерть победить никак не могут я говорю я беседовал с разными мулами собранием мул я попадал вот такие там имамы сидят это наши епископы доходим до места спасения конкретно один ответ если нас будет судить сын Марьям Горяном Горяном они берут пришествие от Дени Христа они проповедуют нравственность все а спасение не могут дать потому что все мы смертные возьмите за это грех смерть в адаме все умирают Павел говорит почему послание к римлянам самое ненавидимое мусульманами там самый корень взяты спаси а дар Божия жизнь вечная во Христе Иисусе надо а как а вот умирал какой то у нас были люди умирали герои веры да он умирал умирал за свой грех поэтому рождается безгрешный рожденный от пресс на Деву Марии и берет грех на себя остановка ну вот она отец мой учитель или Игнатия мусульман которая дорогой даже шли скажу я дал фотоаппарат сфотографировать как мы идем а ее спрашивают это кто муж мой она говорит это учитель мой приехал да ты что православная что ли да я уже православная это жена мулы это надо это записано ну и как так чтобы кто то другой взял мой безмерный долг на себя и в литературе в истории мира никого больше не было он один такой один пришедший и взошедший и воскресший ну у нас же написано что заблуждение не воскрес как в оригинальном это перевод неправильный давайте воскрес и умер это разные слова переводчик ни один их не перепутает здесь говорится он воскрес он воскрес для нашего оправдания ну и все эти места которые у них не так они они по другому он живой вознесся на небо они тоже люди им тоже надо указать путь к Хрису вот я считаю выступает православный миссионер вы не в обиду только увидите что я говорю я 50 лет занимаюсь библией 50 лет миссионерской работы лучше Олега Стеряева отца Олега Стеряева я нет он ко мне к нам приезжал в лагере был я в Москве его больницы посещал лучше отца лучше Авосипова Алексея Ильича лучше Кураева и всех у него в руках как Библия вот почему единственное почему он выигрывает это абсолютно неоспоримо когда он беседует с сектантами он приводит места убойные буквально я говорю про отца Олега Стеряева я понял ну бывает человек люди затирают вот он такой полный он говорит ну видишь какую батюшка помнишь считал ты это как в Чечнееве его задержали да да арестовали в Чечнееве настоящий дали спирту спирту дали ну ну что мы по стакану выпили сразу вот это настоящий а то приеду там камушляжи а вы настоящий и нас отпустили проводили еще говорится проводили признали что вы настоящий я привожу иногда из речения Андрея Кураева его не не все одинаково воспринимают но нельзя в человеке живом искать святости Христа мы все разные и он говорит что если мы не обратим внимание на молодежь а с молодежью работать надо не рокеров благословлять не олимпийские игры то через 50 лет будет здесь не московский патриархат а московский халифат и даже раньше может быть это в литературной газете была статья миссионер 21 века и говорит или вот Петр Мещеринов и гумен и гумен знаете он говорит у нас христианство лубочное придумали спас ореховый медовый яблочный какой спас он один кровавый голговский как Алферов говорит исповедуешь бабушку при смерти покажи ей на свой крест и скажи кто это если она тебе скажет вот это одна может и из нескольких десятков расскажите им о Христе вместе вот об этом надо побеседовать и найти кратчайший путь мы как-то выше это недели три назад было я узнал один грех который лишает людей даже мытарства даже обычно после смерти душе показывает царство она проходит ну как по мытарствам подробно это разъясняет но есть один грех когда на мытарствах человек не бывает уже и то есть он не восходит ко Христу ему не показано царство небесное а какой это грех холона Духа Святого да нет самый распространенный самый самый распространенный под какой попадают патриарх и епископ и священники и любой кто этот грех делает а какой Евангелие от Иоанна 3 глава кто не родится свыше не может увидеть царствие Божие не войти а увидеть надо буквально воспринимать златоуст говорит это вот теперь главный вопрос рождения свыше один вопрос я о нем хотел пописать и второй жить в Духе Святом мы не знаем о чем молиться Павел говорит хотя у нас книг много Дух Святой воздыханиями неизреченными ходатайствует за нас как молитесь Духом Святым Павел говорит ну как это проверить я 77 мест привожу из Библии которая может проверить каждый и при том сразу же после крещения потом явно ну в чем проявляется ну какие-то органы мои другие останут там руки ноги нет другими будут уши и язык всего два органа батюшка вчера сидел все это записывал у него этот конспект теперь есть это говорит в Писании Ветхого и Нового Завета нам об этом проповеди никогда не говорят я ни одной проповеди еще не считал на эту тему при том Бог отдал спасение в наши руки это так легко проверить почему они мы небрежны за каждое слово отвечать мы услышали это слышали почему лжи не боимся почему а самая большая ложь где я батюшке как-то говорил это самая большая ложь когда мы играем с действительностью и самая страшная игра которую делают священники и при том в алтаре еще не один я проверил этого потому что до конца по слову Божию мы как-то беседовали на Новосибирске старообрядческий дом много старообрядцев такие ревенители любого захлестнет я говорю в течение часа я вам докажу вы не старообрядцы как уж чем-то не согласимся там что Библию не знаем они согласились все но что мы не старообрядцы да вот тебе вот как раскол сейчас фильм-то показывает на первом месте не старообрядцы вы даже не знаете причину раскола вам показывает не то совсем как не то да Никон все испохабил там веру аллилуйя там сугубое трегубое нет не это главная причина демократизм правления церкви а все это скрыто от нас ну теперь я факты открываю книги показываю согласны согласны да большего застоя болотного как у вас нигде нет какие вы старообрядцы то старообрядцы много старообряд у вас название одно только обряд если бы были старая вера я бы понял вы апостольской веры самая старая вера она апостольская и к ней надо возвращаться это сегодня путает все понятия а святые запрещают подмену слов делать вор не говорит с воровом он говорит взял я знаю воров сидел с ними машину угнал просто прокатился он не хочет назвать грех надо так показывать чтобы он тебе стал мерзок и покаяние то когда ты не возвращаешься как пес на блевотину но никогда не отчаивайся если даже палубь подскользнулся вот везде пишут у баптистов кровь Иисуса Христа ощущает нас от всякого греха все согласны первое Евангелие послание Иоанна 1 с 7 согласны согласны братья это только третья часть предложения оно в действительности срабатывает только тогда когда первые два пункта выполнены первое начинается начинается этот стих если ходим во свете как он большую букву во свете так во свете ходим или во темне во тьме это значит мы прячемся от истины всего боимся и под аппаратом сами себя боимся если ходим во свете как он во свете запятая имеем общение друг с другом не прячемся на любую беседу пойду имеем общение это братья приехали нам радостно мы молились об этом и тогда кровь Иисуса Христа защищает нас от всякого греха первые два условия они от нас зависят а третье от него вот считает выражение я говорю ты считал Феофана Затворника что благодать имеет три свойства трехступенчатая благодать как это так Феофан Затворник еще говорит 1861 год он говорит есть благодать призывающая проповедь говорит благодать обращающая то есть ответ на он ответил обратился и благодать освящающая у баптистов две два пункта работает на полную мощность третье нет освящающие только через рукоположность священца она вся здесь собралась у православных все без двух надо понимаете как я это когда разложил пойду очень это ведь так должна быть полнота люди усложняют вот меня спрашивают вот уныние Марк Подвижник объясняет так Исаия так это я в университете когда преподавал ну а можно проще как-то можно я тебе отвечу уныние всегда это моя наработка от плохо сделанной работы а как так плохо молился плохо читал слово Божие у тебя уныние от этого ты ничего не делал от плохо сделанной работы я обгоню в эту строку все за столом Игнатий Комичному говорят нет объединяющей идеи для России а мы сидели тут лауреат Нобелевской премии сидит профессора и сетуют я говорю она есть и я ее знаю вы знаете ее никто сегодня не знает в России тогда была пролетария всех стран объединяется сейчас ее нету а я говорю я знаю скажите пишите 4 слова дети запятая воспитанные во Христе у нас не будет фальшивых священников взяточников коррупционеров хорошие судьи будут неразваленные семьи дети есть смысл все бросить на воспитание во Христе во Христе а не так а у меня дед был старост и он себе позволяет тем более тебе нельзя этого делать что ты делаешь твои предки я священником беседы священник хороший просто редко хороший я скажу у него есть документ которого у нас в России может быть но не у каждого даже генерала есть он прыгает с парашютами два полка обслуживает у него 2800 прыжков только а ему 74 года уже он на несколько месяцев ну вон сидит человек который меня познакомил Игорь этот Игорь и тот священник отец Игорь Гобриков Адыгея мы оттуда вернулись были у него видели он инженер-механик своими руками все что сделал все но когда дошло дело до спасения рассуждать то я спрашиваю а вы когда родились свыше как было а что же меня об этом спрашивать вот фотографии это мои родственники вот видите вот это вот архиерей это там прадед был это на вопрос о том как ты родился свыше Павел не мог показать фарисея от фарисея он пришел в Дамаск был савв и вот он меня опрокинул взялся Павел ответ должен быть согласно писанию это означает войти и выдавить в дверь а дверь это писание а Индия отвечать это через забор это другие все другие ответы это через забор пояснение Иоанна Златоуса и Филакта почему мы вот такие ясные четкие мысли не доводим до прихожан вот сектанты вот я просто маленький еще пример я останавливаюсь ну далеко там заехали где-то 444 города посетить это не два города вот и священник заходим пустой храм один священник за кассой стоит в кассе как звать отец Владимира знали а что вы стоите ну кто зайдет продать у него иконки свечет а у вас что я говорю я везу Евангелие дарю вам у вас работа идет идет у меня Евангелие если вот вам надо я вам дам по ящику Евангелие бесплатно я за ними ездил обменял на свои книги и у меня Евангелие много я вам дать могу я конкретно к вам вот сидящим здесь говорю прямо загружу вас даже по два ящика Евангелие с которого раздавать чтобы где-то было патриарх ну красные а? красные Евангелие от Иоанна и римлянам в одно маленькие такие маленькие Евангелие не новое не понятно давайте покровский собор не понял покровский собор и крещающим крещающим будем вот ну это когда нужно раздавать я говорю у меня есть смотрите вот мы проехали я вам скажу в прошлом году в Владивостоке находки духовные развалины да вы что у нас второй монастырь строят я говорю духовные развалины православной церкви нет практически все сектанцы захватили да вы что такие мысли вслух высказываете да вы знаете сколько у нас в семинаре учатся то он отвечает не то я говорю знаете святейший патриарх Кирилл Гундяев вернулся с востока и говорит в состоянии православной церкви тире духовные развалины он так сказал я вам ужас ну тогда так и есть наверное значит как написано заговорил говорит богатый превозноси до облакова заговорил бедный кто то такой значит я те же самые слова один к одному я говорю и он сразу так я говорю но патриарху показали не худшее куда мы заезжаем его нога не ступала мы были там где Хиросима и Освенцима там вообще ничего нету вот сейчас мы были в Ростове на Дону там прошли полностью Ставрополь и шансы были священника позвонили он приехал молодой он сидит прям чувствуется у него энергия такая о батюшка встали говорить он говорит знаете я недавно был у сектантов ходил сколько же у них молодежи мы все упустили я говорю вы своими глазами видели не то я пошел к адвентистам там та же история детские уроки ведут 200 ребятишек сидит 200 у меня прихожан никогда столько не было это те которые подрастают которые займут отец а причина в чем ну я причину знаю они проповедовали тебе надо книги мы раздаем мы все завалили буквально сейчас мы маленько опоздали на тысячу лет когда привезли христиан надо было первое что делать не лопаты брать горы киевские рыб а брать ножи пластать березы на березе писать евангелие людям раздавать как авакуум в заключении делал только он писал такие пакости а нам бы чистые евангелие людям дать Россия была бы другая мы все потеряли только из-за того что люди во тьме находятся ну это на закуску на обед спасибо господи ну конечно ну что я здесь вчера я звоню батюшке налево отец Олег ну как у прихожан там машина же есть у кого-то ну подговори вот так как кого у нас одна АК только на приход на приходе я говорю ну у других то братья есть так у меня прихожанин то говорит один только мужчина АК ну вы что он пошутил может быть нет я думаю может пошутил это так у меня один остальные все бабушки у меня нет даже деревня тоже большая там наверное больше тысячи жителей 4 тысячи жителей в Романово 4 тысячи жителей и это ну как так то что ж это надо что-то как-то делать какую-то причину то искать в этом почему такой приват а нет а у баптистов ясно что там община больше а у города больше как это так от чего 0,2 процента нет вот смотришь передавали как-то было какой год это было в прошлом году или где там мусульмане на свой там праздник в Москве там площадь полтора миллиона полтора миллиона на коленях все стоят мужики ни одной бабы то нет а у нас в любой храм зайди они бабушки они бабушки а мужики где а мужики где а мужики где а правая рука патриарха по силовым структурам нет его убрали убрали его силовых структур убрали Дмитрия Смирнова ну вот в ролике его стоит и он говорит ко мне подходит бабушка и говорит отец Дмитрий можно задать вопрос знаете вопрос зададут я говорю вот так вот давай как этому шарику открывай там невестный туалет и она говорит я когда еду в храм я поднимаю руку голосую если едет мусульманин шофер он меня довезет а деньги не берет почему ты мне мать и едешь молиться как я могу брать из тебя но если везет русский наш крещеный он обязательно возьмет это моя работа а ты говорит довез бабушку да узнал заплачено нету не за энергию заплатил за нее да сумки ее занес бы там куда там в лифт или до дома я вам скажу что мусульмане ближе ко Христу чем наши православные крещеные ближе а мне мусульмане этот ролик подсунули он правильно говорит или неправильно я не оспариваю но дело то в том что они договариваются что такими вы их сделали что его вина здесь и он говорит вот вы видели где-нибудь молятся мусульмане у меня женщина меня привела мусульманка она сразу ушла тебе нельзя она говорит нет у нас там внизу я не должна заходить она они и кушают отдельно они и кушают отдельно не расставляли не заходят а здесь нельзя надо молиться и вот говорит высшие называли сто двадцать тысяч теперь говорят миллион двести тысяч было от стенки до стенки проспекты и милиция охраняет и глаз в конце средние улицы все заняты были где вы видели у нас сто мужиков хотя бы раз у нас одни бабы не женщины не сестры бабы и опять же скажу если вот эти которые мужики не ходят в храм они принимают мусульманство они делаются такими же ревностями почему главное это пятикратная молитва в день намаз в прошлые годы была одна наша деревенская приехала была в Ташкенте я как еду остановилась машина а почему нету а ты посмотри шофера то нету правда куда он делся а теперь посмотри направо он вытащил коврик на коврике стоит сколько там у него пять шесть минут сидят все в автобусе ну а я тороплюсь ну вылазь там второй впереди автобус садись он мусульманин и мы в дороге ехали мальчишка там ну может даже шестнадцати лет нету он за машиной вышел коврик растерил никого нигде нету где мы молимся и мусульмане рядом молятся мы всегда были в безопасности можем поговорить они защитят надо маленько взгляд на это и изменить вот мы обращаемся православные махну рукой один подошел а вам куда надо мы говорим выехать заблудили здесь не знаю тут электростанции какие-то все запутанным за мной езжайте он когда вывел подошел я мусульманин ахмед подошел ко мне у меня отец такой же аксакал езжайте дальше мы узнали и тут же стали за него молиться и он не знает сколько он километров ехал с нами но я не помню но я не помню и ты ехал и подошел а то есть люди во многом другие особенно в Азербайджане это такая накаленная такая обстановка Ну, правда, знаешь, квартал проедешь или два квартала, автоматчик, а рядом стоит со снайперской винтовкой. Больше мы нигде этого не видели. Это в Дагестане. Очень тревожная обстановка. Не в Азербайджане, в Дагестане. В Дагестане. Под правочкой. И там мы, в одном месте не было библиотекаря, а рядом магазин. А Виктор спросил, женщина, видно, длинный потол такой, она подметает на улице. Я говорю, это вы не знаете, где библиотекар? Они с мужчиной-то не разговаривают, не знают, пошла. Но она не оставила это так. Мы в машине сидим, дождь идет. Такую даль ехали. Каспийск, там, прямо рядом с Махачкалой. Она пошла к продавцам рядом в магазин, сказала. А продавщица одна знакомая, директору позвонила. И она подошла к нам и стучит в дом кабинку. Я знаю, где директор. Знаете, где директор? Да откуда вы узнали? А вот в которой улице подметает. Она ей передала, это под той. Директор теперь с нами связалась. Мы зашли в магазин оставить книги. А грамотный список пришел. А что вы едите дорогой? Мы говорим, у нас сухари, мешок целый, вода. А вода мы вот в щетках. Да вы что? Они продавцы. Она отхватывает вот такой кусок сыра. Я говорю, нам помидоры, сыр маленько взять. Да мы заплатим. Деньги даю, не берет никак. Воды этой, которая вот таких вот дает. Там еще что они нам дали? Давай там бананы совать. Мы не едим. Персиков. А? Персиков. Персиков. Это все взяли на себя. Как он звалит тебя? Меня Алла. Сфотографировались на память. Ну я потом напишу письмо. Люди другой веры. И мы говорим, мы христианские книги привезли. Она за каждый шаг цепляется. Чем тебе помочь надо? Это разные люди. Человек это космос. И мы ничего им не говорили. Это Бог так расположил этот путь. И поэтому наш опыт, он опыт, но он неприменимый никем. Нас они, когда встречают, подходят с такой суровостью. И тут же как-то все по-другому. 30 таможен прошли. На одной сидели 9 часов в общий поток. А у меня трехтомик, я его дарю. Двери буквально прошибают. Вначале не походит никуда. Проверьте, собак подвели, пронюхали. Здесь только так. Откройте ворота. Там машина на пути. Уберите машину, пропустите их. В одном месте в Дагестане, сунулись, доехали. Дорога перекрыта, БТР под сеткой стоит. Вы куда? Ну а мы. Тут дороги нет, ребята. Назад. А куда? Туда. Там опять задержка. Мы когда все рассказали, они перезвонят. Тут с книгами едут. Пропустите. Едем, перейдем, уже двери открыты. Это проверка. Это Бог открывает сердца. И притом так открывает, как мы не знаем. Опыта никакого не было. С военными как обращаться. Это все входит в то, когда Дух Святой ведет. И поэтому решать сегодня какие-то вопросы без связи с Духом Божьим нельзя. Ну можно суетиться, можно делать, колотить, думать. Это ничего не даст. Радости не будешь иметь. Вот это, что я рассказывал, оно пройдет где-то мимо и даже не заметишь. Здесь каждый шаг Бог высвечивать будет. И нам надо делиться этим опытом. Был такой тут епископ Антоний. Мы съездили в машине, он приезжал у меня, обедал. И он говорил, у меня миссионера ни одного нет. Переходи, вот три храма у меня, любой двери в Барнауголе. Он это понимал, он был проще, чем за ним, который пришел. А этот, говорят, тоже простой. Так что Господь может установить связи здесь. Мы же предлагали, вот он знает, программу на этот год. Миссионерскую. У них, ну там, раскапают фундаменты, где храм раньше стоял. Павел Росевский там, ангел, фундамент стоит ему делать еще 50 лет. Но эти басни не проходят здесь. Мы говорим так. Вот мы с вами, давайте. Сколько у вас там? Ну две машины наши. Едем вместе, доставайте Евангелие, Новые Заветы. Мы приезжаем, ну какой мамонтов, к примеру говорю. С разных сторон начинаем по улицам идти. Назначаем на три часа встречу. Вы говорите 15 минут, я говорю 15. Но оба одинаково призываем к храму Московской Патриархии. Ко хресту и к храму Московской Патриархии. Ведь не ответили? Нет, вот он сидит, живой свидетель. Это секретарь, бывший, наверное, уже. Вот. Вот. Мы программу им давали, как ночевать, как охранять себя, какая литература должна быть. Ну у нас здесь очень большое. Ну 444 пункта это полностью пройти. Мы только вот в окрестностях здесь раздали 30 тысяч евангелий. И мы это, по домам идем. А кто приходит, тем дарим Новые Заветы. Сначала с администрацией договариваемся, в клуб, на стадион собираем людей. Здесь все районы нами пройдены в Алтайском крае. Полностью Новосибирске, полностью Кемеровске, Красноярске. А уже большими городами прошли мы до находки в Владивосток. Так Евангелие сейчас практически у всех. Евангелие что? У всех? Да, в магазине есть. Прошли в село Коробейниково. Знаешь такое, да? Ну. Ну все Коробейниково. А были в каждом доме. Нашло лишь только 3 дома. 2 дома. 2 дома. 2, которых есть Библия. Мы подарили там не Ивангрия. А они что, его читают? Да. Ну это другой вопрос. Читают, не считают. Метай и писем. Вот что? 22 глава Матфея. Идите и зовите на брачный пир. Не пошли. Но того, кого послали, всех спроса нет. А голову... Так на пир назовем. Я тебе примерно другой расскажу. Смотрите, мы идем по Коробейниково. Прошли полностью все по домам. 2 Евангелия. Нормально? А люди-то ходят. Бабушки дают, а что это за книга? Да там о Христе. А, я думал, упоминальник какой. А что надо, отец Роман расскажет. Это работа попов. Они заморили народ. Мы подарили в домы, где пожелали взять 450 новых заветов в Талтырьме. Это все заснято на видео. И когда мы подошли, назначили встречу недалеко от храма, священники тут вышли. И он только стоит. Отец, это, Игнатий Тихонович, только уезжайте. Уезжайте скорее отсюда. Я говорю, такие люди были, когда свиней где потопил кто-то. Они тоже говорили, уходи отсюда, уходи. Когда надо, мы уезжали. Просили, молили. И тут же, милицию вызвал, майор ходит, а зачем вызвали, не знает. Это все на видео снято. Я все это нафлю, и подарили. Ну хорошо ли это? Спрашиваю, батюшка, а сколько у вас постоянных прихожан? Их там в унастыре было 7, сказал он 7 их насельников. Это было года 4 назад. А сколько? Ну, я говорю, постоянных, что вот это ты знаешь их и все. Ну, может, человек 7 или 8. А Попов 8. Я говорю, как? Да в деревне, ваше, что-то не ходит. И 8 там не было. Ну, монахи, монахи, там где прислушивали. Вроде впереди нас были... Там кого? Нифон? Да, есть, есть. Макарий. Они засняты, там не священники, прислушивники, которые... Ну, там не все священники. Это заснято все, видно на видео. Поэтому это не... Конечно, а если бы они занялись, что это эти же самые... Ну, это как-то с людьми занятие... Естественно, правда, больше бы было. С прибавим. Но это не везде же, как Карабельникова. Да нет, ситуация... Везде. Понимаете, только один единственный храм, я скажу где. Да непонятно. Ну, вот здесь бы должно быть тогда не 30 человек, а 3 тысячи, например, жить. Ну, вот сейчас, смотрите, нормальная обстановка. Ну, такое бы... Село Ребриха. Может, может, деградация меньше, 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 меньше. Нет, нет, село Ребриха. По порядку, где мы будем. Это время, понимаете? Нет, не время. Это, отец, это система. Это даже, как бы, го, система. Это система лжи. Но не духовенство. Нет, послушайте, духовенство. Мы едем в Ребриху. Батчишка говорит, первым делом сходите к отцу Олегу. Мы пришли на дому, он сейчас настороженный был, а потом свободно заговорили. Мы говорим, через 2 недели мы начинаем работать по Ребрихе. Мы договорились с администрацией, мы вешаем объявления, идем по домам и людей собираем в определенное место, где-то там с клубом договорились, дом культуры. Все. Но он не сказал, Павлов, благочинный Александр, остается полтора, да не полтора, а полдня, полдня остается. В это время у меня от него звонок. 2 года назад. Звонок. Вы не приезжайте. Как не приезжайте-то? Мы весь барлул обклеили, опишем, и народ согласен прийти. А отец Александр сказал, не приезжайте. А он мне никто, отец Александр. Обыкновенный Сашка, Шурка там кто-то. Кто он для меня? Я с таких встречал, передачи носил им. Засим, а там, Мишка, к тебе пришли. Ну, за совращение малолетних там сидел. Ну, знаете, это Крытмановский, этот Владимир сидел, который... Я им с тем передачки носил туда. Что он делает? Он, чтобы не открывали, а этот, который клубом заведует, он даже не начальник был, а заместитель. Он матами нас встречает. Приветствует, приветствует вас. Да, это в клочках, староста, с церковью матами, и все это записано. И вызывает милицию, там и здесь одинаково, ОМОН. Милиция приехала, а с нашей стороны приехал один фермер. Фермер, фермер. У него 6,5 тысяч гектар. С подстепной? Нет, с подстепной. С подстепной. Евгений Долгов. А у него знакомый, это, Ребришинский редакции, корреспондент Морозов. Этот Морозов пришел здесь и с милицией говорит, А вы почему здесь? Экипаж приехал. Ну, батюшка местный сказал, что тут свидетели Иеговы приехали. Это какую совесть надо иметь? Были у него, благословлялись, батюшку знает, но он знает, что сейчас напряжен у свидетелей Иеговы. А давай. А эти сразу раз, краевой отдел юстиции. Это православная община, русская православная, зарубежная церковь. А они тогда подходят к нему, так ты что, шутерешь-то поп? Экипаж ретировался, и о нем напишут. А кто же это сегодня священника оставил с секретарями по идеологии? Решать, кому можно в клубе, а кому нельзя. Это газета, без нашего беда он печатает. То есть он напоролся, куда шел. Это такая же обстановка была в Карабейниках. Такая же в Павловске. Вызвали сразу милицию, они привыкли действовать. Это серьгианство, мертвое серьгианство. Предавать друг друга. Приехал, а он не знает, милиционер, а что дальше делать-то? У нас регистрации, мы показали, идем по домам, зовем официально, договорились с Домом культуры. Да как же он сказал, такие люди. Вот так. Я-то все, где они милиции стоят, все это на диск и через него передал. Так у нас эта тема беседы сегодня нет. Нет, 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 нет. Мы уже два раза беседовали, когда... Пока на нагрев. Приготовьтесь, выйти из этого положения. Вот как выйти? В течение одного дня можно сделать. Как? Встать и выйти. Как? Ну, мне сказали, их вы знаете, я сказал знаю. Ну, от вас поставили патриарх, ну что бы вы сделали? Ну, обычно так говорят, отстанись, дарули, порули. Согласен, но если я патриарх, прошу помолчать. Не понял, вопрос такой. Что бы я предпринял конкретно? Я написал патриарху Кириллу. Что нужно делать? Поднять духовность. Православность. Ну, ты советуешь, ну ты сам, что бы делать, будучи патриархом-то? Я говорю, не дай бог, в первую очередь. Здесь совместно надо. Я, вы, я, вы, я, вы, я, вы, 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 вы. Первое, что бы я сделал, я патриархом, прекратить строительство всех храмов. Это первое, что необходимо сегодня сделать. Все средства бросить на издание Новых Заветов. Прекратить, заморозить пока. Они никому не нужны. Сегодня уже много-много храмов пустые, стоят вообще мне не нужны. Было, взрывали и будут взрывать. А дальше, что бы ты сделал второе, открыть училище. И сколько? Ну, примерно тысячу в течение одного дня. Вы что говорите? У нас учителей столько нет. У меня они есть, я патриарх, я уже договорился. Но какие учителя? А чему будут учить? Самому главному. Любви к Богу ко Христу, ко Святой Троице. И любви к Слову Божию. То, о чем 118-й псалом долбит нам. Нам маловато о том. А где бы учителя взяли? Я объясняю, где эти учителя, они ждут нас. А вы не знали, не знали. А третье, поискал бы место, где спрятаться. Что в церковной махе к вечеру они убьют. Так, подождите, какой первый храм закрываем? Так? Я говорю, какой первый храм закрываем? У вас? Нет, строящий. Строящий. Не закрывать, а прекратить строить. Я храм не должен быть. Решай. Прекратить строить. Потому что везде храмы, храмы, храмы. А Иеремия говорит, не надейтесь на храм, все будет разрушено. И Господь о храме сказал так. Нам нужно храм души отстроить. Отстроить так, чтобы он был встал. Чтобы Христу было не те, что мы с Отцом придем и обители его сохраним. Но у меня вот... Игнатий, смотрите. Когда вы строили храм... Вот вы пришли сюда. Вы... С богослужения начинали. Вы начали село. С чего вы начали? Со строительства храма. Не, но начали со строительства храма. И в то же самое строительство для вас... Государство не полезно. Да нет, нет, нет. Что тут долгие? Оно стало для вас объединяющим. Так? Вот так и здесь. Объединять не храм, а спать еще что. Объединять... Объединило дело. Объединило дело строительства храма во имя Господа. Так и здесь. Вопрос только в том, что, к сожалению, и раньше, когда храмы строили, храмы строили действительно народом и миром. И все, да, все жители этого села и строили храм. А беда в том, что немножко у нас сейчас строительство храма отделено от самого народа. Да, мы там учащим... А это очень хорошее дело, которое на порог может объединить. Храма спасителя меня всегда в университете. Не надо строить. Он не нужен. А он объединяет. Кого? Плесунья по тихо объединяет-то? Сколько греха-то нажили через это? 450 тысяч зал там снимают в день. И что там делается? И все там фотографировано, показано. Мы были перед храмом Христа Спасителя. Не буду говорить про храм Христа Спасителя. Перед храмом Христа Спасителя. И спрашивали меня в интернете, а что нужно делать? Первое, что нужно было сделать, храм Христа Спасителя, купить, сложить все вместе амбарный большой замок, кудовый. И закрыть все двери. Ну а что... Ни в коем разе не преследовать этих плесунь, там. Рай это, что они делали. А что делать? Теперь молиться перед храмом. Храм Оскверненный. Где это? В Библии говорится. И храм тот сейчас был закрыт. Деяние апостолов. И молиться три месяца. А почему три месяца? Я опять обращаюсь к Библии и показываю. Вот написано три месяца. Вы после Библии не знаете там. Три месяца. Притом сделать круглосуточное. И слез сколько-то рядом в Москве реки течет. И шоу-патриарх. Все приходили сюда. Епископы. Сердца народа всегда на стороне страдающих. Вот тогда жарко покажется кому-то. Это объединяющая молитва. Не храм. Храм нас разъединил. И там все эти главные грабители. Кто там есть? Не разъединяются. Богу нужно сердце. И она затоусты говорят. Храм украшается, покупают там золото, украшают там иконы. И нищие просят. Что нужно в первую очередь делать? Вот то, о чем на суде Бог спросит. Считайте 25-ю Матвея главу. В первую очередь. У нас этого нет. Мы не знаем. А почему не знаем? Потому что не в ту сторону пошли. И пора остановиться однако. И сказать Господи. Прибудет с нами. Освети нас с сиянием Духа Святого. Хорошая фраза, Игнатий Тихонович. Мне нравится. Нужна. И это делать. И то не оставлять. Оставить на время, я говорю. На время. Но пока. Вот мы пришли, батюшка, зашли в храм в Пахровске. Это раньше было. Еще один священник. Он сейчас магистр богословия в Пас Геннадии. Книги его чудесные. Продаются везде. Что бы мы сделали? Мы стояли, стояли в дверях. Но в первую очередь не поймешь, что делается. Самое первое, что купили бы замок. И сразу во дворе, прям сразу же начали занятия с народом. И потом уже, кажется, цепь надеться, чтобы маленькая дверь для одного открыть. И по одному человеку церковь обновится. А примеры. Примеры. Правление Деки. В 249 год церковь настолько рассыпалась, что в Захарисе церковь вообще есть на земле или нет. И вдруг Деки ударил. Церковь обновилась в течение трех лет. Уменьшилась намного. А через три года увеличилась несколько раз. И Деки вдруг убиты. Все. Уменьшилась церковь. Но так как мы все будем свидетелями Бога живого на земле, народ сразу будет пребывать. Мы просто, я свидетель этому. Начинаешь с нуля. Никого нету. Слово Божие зазвучало, люди подходят. Вот я еду, дорога и свидетельство. А едут вербованное. Ну, немного проехали. Может там полдня, день. Они ехали в Иркутск, они слазят на подстекну и здесь. Мы хотим остаться здесь с вами. Ребята, у нас еще нет. Первый год мы были здесь. Езжайте дальше. Это мужики, они пьяные. Едут откуда-то с Молдавии. Люди настолько и жаждались. Они жаждут слышать живое слово Бога. Вот Олег Синяев об этом все время говорит. Андрей Кураев говорит. Не, ну храм от этого не помехал. А у вас в городе Барнули большая община? 90. А вот речь-то идет не о большом или малом. А сначала найти надо. Вот найти. Ну вот вы много же лет проповедовать. У Самарянка одна у колодца. И Христос выделил ее так. Она потом она привела. Естественно, уменьшилась. Придет время, будет больше. Такой плащик, смотрите. Если вы спросили так. Если мы везде, где бы ни были проповедуем, и людей, всех до единого, всегда зовем храма Московской Патриархии. Вот где должно увеличиться. Ну, себе не одно очень. Тогда, Игнатий Тихонович, вы во всем виноваты. Почему у нас народу нет? Везде, весь Алтайский край. Везде проповедовали никого. Он сказал слово на это. Прямо конкретно на него. Мы едем в дом инвалидов. Я свидетельствую о Боге. И в это время... Батюшка, подожди. Рядом женщина сидит. А я к вам на занятия ходила. Я говорю, а что ж ты сейчас не ходишь-то? Да вы же говорили, надо в храмы ходить. Я говорю, конечно. Но я пошел на исповедь. И я сказала батюшке, я хожу на занятия к Игнатию. Ты, Игнатию? А ты еретик, раскольник, сектант. Он меня отбил. Я говорю, а сейчас куда ходишь? Да никуда я сейчас не хожу. Это вы, папы, виноваты. Нет, я знаю. В себе дано. В себе дано. Ты был у меня в таких многократных городах сейчас. Мне не дает. Я направляю. Я направляю. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. С нами Бог свою благодать и у человека любим всегда, на ней пресняй, во веки любовь. Аминь. Спасибо. Я скажу на своем опыте. Я уже... Если сама община прихожане не смогут строить храм, я строил 4 храма. В Весельтуле, в Чуколинске, в Таре. В Чуколинске два разных храма. А я про что говорю? Здесь. То есть, если сами могут? Ну, а я про что говорю? А если нет, то если... Ну, а я про что говорю? А я как-то в опыте, я подъявил, а я был в Девеево. Ну, и там подобрали собор, это же, наверное, 10 тысяч рублей. И стоит, висит доска. То есть, спонсоры тоже. Газпром, там это нефтепром, Ходорковский, там Гусинский, Березовский. И т.д. и т.п. Обращают я тогда, как сказать, все. Строили кто храм? Ну, они строили. Если господинский дом, то он суть родит. Нет, он же занятый. У него сколько у него места нет? Вы один дом. Возьми каждого. Ну, не говоришь и все. Спаренька, что бы говори. Ну, дома-то успеете. Давайте на улице даже поставим. Давайте, пожалуйста. У меня ваши вопросы. Все прекрасно. Вначале, 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 я тебя вводил. То, чтобы ты меня доперпел до конца. Как этому батюшку мы вкладили в машину, а у здоровья теперь начинает говорить. Это была поставка в машину. 1300 километров. Правильный вопрос, который необходимо в церкви обратить внимание, это на правильный вход в церковь. Самая большая ошибка сегодня в православии, неправильный вход в церковь. Вы слышите меня? Значит, вход должен быть через уверование. Отец Демитрий Смирнов говорит, я 20 лет крестил, обернулся, никого нет. Что я делал? Это он интервью в свои показы. Крестить нужно только у тех, которые прихожане, ходят, молятся и думают, воспитывают ребенка. А кого я воспитал-то? Я крестил его? Хулигана крестил. А эту женщину, ребенка маленького-то, развратница растет. Кого я крестил-то? А теперь все, что они делают, это в стадии уже христианина делают. Ну, вдумайтесь маленько. Вот сейчас бы, если вы обладали духовным опытом-то, ну, как другие, есть такие, Аверки святой был, допустим, Спиридон, Макарий египетский, они могли разговаривать с мертвецами. Ну, сначала с живыми. Вот вы зашли бы, допустим, в краевую больницу. Больные лежат. Скажите, у вас болезни разные? Да, разные. А ты бы помолился и сказал, Господи, скажи им, чтобы они ответили, как тебе угодно. Они бы сказали, за то, что недостойно причащались, ходили, и ты виноват, Поп, положил нас на постель. На кладбище пришел. Мертвые лежат. А чего умерли? Да по разным причинам. Ну, теперь в Духе Святом заговорите. А из-за того, что приходили и причащались, почему? Павел говорит, это многие больные немало умирают. Вот оно, где ответ-то. Игнатий Тихонович, причащаться-то ходит, меньше одного процента населения. Да, ну что? Ну, и что, болеет-то больше, чем один процент. Ну, я не говорю, что все, отец, но это Павел говорит. Ну, Павел, он правильно говорит. А можно, может быть, и по-другому. По-дому, по-дому. Если такие рамки сделать, и законить, вот, как вы сейчас говорите, крестить, никто в церковь не придет, и все пойдут к баптистам, иеговистам, и к остальным экстрасенсам. Вот о том и речь. Вот о чем речь. Вот о том и речь. Ну, это понятно. У нас по колоннам сегодня всех нужно отцепить. Понимаете? Всех отлучить, отлучить всех. И потом приучать. И тогда что? И тогда обратиться, и тогда... Никто не достоин. Понимаете? Вы говорите о духовенстве. 70 лет власти безбожия. Дух утрачен, вот, о котором вы говорите. Вот, понимаете? Не все способны, понимаете, так мыслить и твердо рассуждать, вот, как вы. А тогда для остальных что делать? Остальных что? Вот. Понимаете, открытая энергия. А я не знаю, вы знаете или нет, что отец мировой педагогики доказал, я на Мускаминске, а сегодня подтвердили. Человек использует... Кадров нет. Служить некому. Человек использует 3,5-4% только, а 96% не востребованы, их надо развивать. Вот. Этим и занимаемся. Понимаете? Этим занимаемся. Вы думаете, так легко, как я вам зато услышал, одним словом, и миллионы воцерковил. Не у всех такие способности. Миллионов, понятно, не было. Но я образно говорю. То, что виноваты и... Подождите, послушаем одного. А я уже все сказал. Миллионы, патриарх... Это Ян Златоуст обратил. Я образно, я образно. Я поясню. Ян Златоуст говорит. Я говорю 4-ю проповедь против пьянства. Простое. А вы меня и слышите. А они говорят, а вон, они говорят, твои прихожане. Он говорит, и я не говорю, что всех задержу. Теперь... Мне надо пояснить, прям. Это пьехол. Это пьехол.